Добрый вечер, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ, время сухого остатка, собственно, как всегда в это время мы знаем с вами, чем мы занимаемся. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках, говорим о том, что происходит, что происходило и главное, что, по мнению моих гостей, будет происходить в ближайшей, средней или долгосрочной перспективе. Ну что ж, темы сегодняшней программы, значит, мы вывели в виде вопроса, что держит рост российских индексов, ну, слава богу, мы видим, как бы, динамика более-менее позитивная и сегодняшняя, и вчерашняя, вот, но насколько долго она продлится, всегда, всегда это интересно. Значит, я представлю прежде всего гостей, ну, сначала одного гостя, потом чуть позже второго. В студии сегодня Алексей Рыбаков, директор институционного департамента институционной компании ТАЛА. Добрый вечер, Алексей, добрый вечер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вы прекрасно знаете для того, чтобы позвонить или написать, задать свой вопрос, поделиться собственными наблюдениями. Кстати, Леш, сразу тебе хочу сказать, как-то последние несколько недель поубавилась активность слушателей, ну, в том плане, что они реже стали задавать вопросы, реже стали звонить. Я думаю, это есть все-таки, да, логика какая-то, ну, если смотреть на рынок. В определенном смысле. В определенном смысле, да, он не дает возможности, да, поразмышлять о происходящих событиях. Ну, может быть, сегодняшний день, в частности, день вчерашний, немножко подстегнет активность и наших слушателей, в том числе, потому что... И дальше, смотрите, в это время, 1806 в Москве, да, давайте я нарисую картину маслом, что происходит в этот момент на финансовых площадках. Американцы открылись, мы можем эту картину наиболее полно так с вами сейчас представить. Ну, давайте с американцев я и начну. Значит, открылись они полчаса назад и показывают пока положительную динамику, и тот и другой прибавляют по полпроцента. Ну, я так понимаю, что СНП решительно настроен на перехайны исторические, да, делал он попытки уже два раза. Сегодня, наверняка, это может и осуществиться. Дальше, Европа в умеренном плюсе, ну, я смотрю на ФУЦИ, он, значит, в моменте сейчас на 0,9, прибавляет 0,9%. Азия, Азия, да, Nikkei 225 сегодня тоже, ну, скромненько, но, тем не менее, тоже прибавил 0,7%. Шанхай композит сегодня практически в нулях, ну, в небольшом, в небольшом плюсике. А вот о наших ребятах, если бы я эту картину рисовал, ну, часик-полтора назад, все было бы гораздо веселее. А сейчас немножко начинается отскок, к сожалению, наверное, да, РТС в плюсе все еще держится, но уже полпроцента. А ММВБ и того, уже ниже ватерлинии спустился, 0,2% уже в отрицательной территории, 1420 его текущая котировка. Дальше смотрим на сырье и на форунг. Бренд забралась-таки выше 105 и пока там уверенно держится. 105.85 за бочку. Золото, ну, собственно, продолжает, да, диапазонную торговлю. В моменте 1574 за унцию стоит этот металл. И евро-доллар активен сегодня, сегодня активен. Перехай нескольких недель он сделал, 1.31 практически уже потрогал сегодня. В моменте 1.30.90 и, я так понимаю, достаточно позитивно смотрят участники валютного рынка на текущую ситуацию. Набор голубых фишек разнонаправлен вновь, к сожалению, опять повторяю это слово. Лидером роста сегодня являются акции НЛМК. Больше 4% они прибавили. Далее 3% Северсталь, процент Русгидро и, наверное, что еще можно тут такое выделить? Ну, полпроцента Сургутнефтегаз. А вот Автоваз второй день падает и сегодня опять он 2% потерял. И Ростелеком также в минусе на 1%. Вот такова картина маслом. Повторю еще раз. Значит, 18.08 в Москве. Вот такие события на отечественных рынках. А теперь, Леш, давай вот с главного вопроса и начнем. Ну, очевидно, да, что даже если, повторю еще, да, вот сейчас график РТС открою, даже если вот, ну, можно неделю даже взять. Хорошо. Сегодня у нас все среда. Среда, вторник, понедельник, пятница прошлая и даже четверг, может быть. Вот когда, да, 1360 сделал РТС и начинает от... Даже если говорить об этом отскоке. Ну, в любом случае, да, у меня есть ощущение, что слишком далеко мы пока не пойдем. Пока мы не пойдем. Даже вот сегодня, видите, уже вроде попытка была пробиться выше 1400. И сейчас начинается слив опять. На твой взгляд, вот что сдерживает этот возможный рост? Ну, даже если говорить об отскоке, как о росте, что на твой взгляд сдерживает? Ну, давайте начнем с базовых факторов, которые у нас, безусловно, никуда не делись. Первое, это если мы возьмем любого там портфельного управляющего или трейдера, ну, предположим, он сейчас хочет набрать позицию в надежде на то, что российский рынок отскочит. Если мы посмотрим последние два года, особенно хороший у нас год, если убрать какие-то колебания спекулятивные, когда у нас были мини-тренды, то рынок у нас находится в жестком боковике, я не устаю это повторять. И самое плохое, постоянно разнонаправленное движение. То есть, если растет Сбербанк, не растет Газпром. Сегодня Газпром попытался вырасти, все равно под конец дня его убили, и в районе 130 он сейчас торгуется. И поэтому в данном случае, как управляющий будет смотреть, если мы уберем там перспективы экономики и всего прочего, то мы будем смотреть объективно на ту картину, которая сейчас есть. Да, безусловно, многие сектора сейчас жутко перепроданы. Тот же сектор металлургии. Там по разным причинам, в том числе из-за Кипра, из офшорных связей, очень сильно его продавали. Электроэнергетика и прочее. Но здесь есть один фактор. Если я покупаю спекулятивно, здесь один вопрос. Если я покупаю в долгу, то здесь тоже такой фактор. Американцы вновь там пытаются сделать хай. И если будет коррекция, то, опять же, многие думают стандартно, в том числе, что у нас и есть, безусловно, опосредованная связь с американским рынком акций. И многие будут думать, что если, не дай бог, будет какая-то маломальская коррекция на рынке США, то почему бы мне не купить ниже? Также нужно понимать, что в нефти есть определенные сейчас предпосылки, чтобы нефть ушла ниже 105. Если, помните, последние два дня торгов, нефть очень быстро на 103,5 возили, обратно ее откупали. И сегодня как раз вышли не очень хорошие данные по запасам дистиллятов. Очень большое достаточно было увеличение их, пока нефть не отреагировала. Поэтому если это все резюмировать и убрать макро- и микроэкономику, то сейчас как раз мы вновь стоим в таком боковике, когда с родной стороны тебе нужно вкладывать, и есть какие-то идеи. Но с другой стороны, вот этот пессимизм общий на рынке акций, он безусловно дает о себе знать. И вот последнее добавлю, сегодня было два аукциона проходили, они для меня, например, были знаковые. ОФЗ-шки разместили на 25 миллиардов, при спросе 50 миллиардов рублей. Это очень хороший спрос на длинные бумаги со стороны резидентов. И самое главное, ЛСР сегодня, группа строителей размещалась. Изначально диапазон был 10,5-10,75 ставки купона. Разместили двухгодовые бумаги по 10 и 15. Ну то есть как раз сейчас, это если дальше мы будем интерпретировать на рынок акций, управляющим проще зайти на рынок долгов, в ломбардные бумаги, заложить их несколько раз, получить свои 13 годовых, и тебе никто слова не скажет, что ты плохой управляющий. А в акции зайди в Газпром, образно говоря, по 130, и не факт, что выйдешь выше. Абсолютно верно. Ну это я так немножко, конечно, утрирую, но опять же, вот здесь покупать уже, наверное, отучили российский рынок от того, что вот можно купить и расслабиться. И хотя бы расслабиться. Так, ну хорошо, я смотрю, рвешься в бой. Я представлю еще один гость сегодня в студии, Николай Салабута, управляющий денег, управляющий компанией Финоменеджмент. Осталось две минутки, буквально добавишь что-то. Собственно, разговор о том, что сдерживает рост акций. Микрофон поправь, пожалуйста. Я хочу сказать, что я полностью согласен с Алексеем. И сейчас, правильно он сказал, что есть хорошие такие реперные сейчас, ну и такие моменты с долгами, то, что на долги очень большой спрос. Говорят о том, что все-таки деньги появились. Деньги появились именно на фондовом рынке. Понятное дело, что первые деньги заходят именно в долговые инструменты. Но мы надеемся, что в конечном итоге хоть чуть-чуть и останется и для фондового рынка. Таким образом, это всегда так происходит. Сначала в долги деньги вбиваются, а потом через какой-то лаг временно начинается уже на рынок. По логике освещения, да? То есть вот здесь уже все, и теперь пошло дальше. Да, и уже пошел процесс, как бы деньги пришли. Деньги пришли, когда они дойдут до фондового рынка, то осталось уже считать деньки. Ну, не деньки, может быть, недельки. И тогда уже рыночек уже оживет, начнет расти. Есть смысл, да, уже сейчас, на опережение, Леш, нет? Ну, опять же, завтра закрытие реестра по Сбербанку, если мы так интерпретируем. По мне, Сбербанк перекуплен. Ну, все-таки, да, там можно играть в дивидендную доходность, но по 103, конечно, покупать Сбербанк было бы для меня небольшим приступлением. Ну, там потенциал просто, да, если говорить о ближайшей цели, в 110, ну, максимум 15. Ну, мы в этом году уже видели 110, и сейчас как раз после дивидендов ему будет намного тяжелее, потому что многие будут пытаться играть в «Газпром». Я вот считаю, что, конечно, хоть и много негатива по этой бумаге есть, и, безусловно, он не беспочвенный, но все-таки я полагаю, что ближе к дивидендной отсечке «Газпром» будет выше. Выше существенно, чем вот нынешний 130? Ну, я не могу сказать существенно, я думаю, потенциал движения там на апреле у него есть порядка 3, от 3 до 5 процентов. От нынешних, да? От нынешних, да. 130 мы берем за рейтинг. Да, да, да. Я понял, спасибо, спасибо. Мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжим. Продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Николай Салабута, управляющий директор, управляющий компанией Финам.Менеджмент и Алексей Рыбаков, директор институционного департамента институционной компании ТАЛА. Ну и говорим мы о ситуации на рынке, в частности, вот озадачены мы тем, что же держит рост российских рынков, индексов, российских бумаг, что не дает российскому фону, рынку, извините, что не дает российскому фондовому рынку расти, да, развиваться, как этого очень бы хотелось, особенно управляющим директорам и директорам институционных департаментов. Значит, я еще раз напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте вопросы, настало время. Я так думаю, уже для этого. Продолжим разговор. Значит, я хотел бы, да, продолжить его несколько, сейчас в отрыве от российской действительности, поговорим о том, о тех процессах, которые происходят за рубежом, и, если позволите, вот, так сказать, для начала, поговорим о перспективах американской экономики. Кстати, перспективы американской экономики, СИП сделал перехай исторический, вот, собственно, 1580 уже практически только что, то есть барабанная дробь, там, да, все, литавры, вот сейчас можно это дело отмечать после эфира. Сегодня публикация протокола заседания, последнего заседания, где-то по ставкам, да, минутки фон, как называемый, Е. Ну, естественно, мы пристально на них посмотрим, наверное, да. Они уже вышли, кстати. Они уже вышли. Они раньше, да, вышли. Ничего нового там не было, и, безусловно, сегодня вновь начали какие-то нотки быть, если будут данные по безработице и по экономике хорошими выходить в этом году, то они будут пересматривать объемы выкупа. Но, опять же, если так не вдаваться в подробности, нужно очень сильно верить в то, что рисует нам по статистике безработица, потому что каждый раз они переписывают норму занятости населения, и поэтому у них очень прекрасные цифры всегда выходят. И если посмотреть там на более глубокий анализ там тоже того же малого-среднего бизнеса, его интерес по созданию рабочих мест, то они все так, на самом деле, однозначно. Поэтому, если мы возьмем американскую экономику, да, безусловно, там есть позитивные нотки, но есть определенные риски, которые у меня до сих пор не вызывают вопросов. И если мы будем искать причинно-следственные связи между политикой ФРС и ее успешностью в отношении экономики, я бы вообще эти вещи в принципе не связывал никак. Потому что, ну, бизнес, он всегда живет своей жизнью, и если мы берем там классические примеры там из учебников, там, связь там безработицы, инфляции, с ростом ВВП и прочего, то на самом деле, ну, бизнесу глубоко все равно, почем там ФРС выкупает эти ипотечные бумаги. И ему не все равно, как минимум, по какой ставке он кредитует. Ну, здесь на самом деле то же самое. Вы не забывайте, что есть профиль заемщика, если, например, ФРС выкупает, снизила по всем, искусственно, причем снизила доходность по всем инструментам, то есть одно но. Если я прихожу, например, там, у меня есть маленький свечной заводик, ну, где-нибудь там в Дакоте, например, то они же буквально, если я буду привязываться к определенной ставке, которая есть, да, безусловно, на коротком промежутке времени я могу себе снизить ставку. То есть они заложат, например, там ставку, предположим, там, годовых бумаг плюс премию за риск. Но вы же должны также понимать, что ставка может как уменьшаться, так же и расти. Пока она стабильна, у тебя будет все неплохо. А потом вот как раз, если мы это все будем интерпретировать, связь очень опосредственная между тем, что делает ФРС и, скажем так, успехами в американской экономике. Успехами в кавычках причем, ты представляешь? Успехами в кавычках, да. Потому что если мы будем смотреть, ну, традиционные компании, которые у нас отчитываются из сектора, там, Dow Jones Industrial, Dow Jones 30, если посмотреть, то данные там, как по чистой прибыли, по совокупной выручке именно сектор, я бы не сказал, что они хорошие, они стагнируют уже несколько лет. Взять сектор IT, крупные корпорации, то же самое. И поэтому, ну, американские корпорации всегда жили за счет, там, хорошей маркетинговой политики и всего там прочего. Но это именно был непосредственно сильный бизнес. И сильный бизнес, он всегда будет, какая бы ни была, там, политика ФРС, он всегда будет привлекать дешево, да, и будет он сильным. Поэтому вот здесь, по поводу американской экономики, ну, последние данные СМ еще раз говорили, что не все так хорошо в нашем королевстве. Поэтому то, что сейчас делает S&P 500, я, ну, несколько месяцев назад, приходя к вам, говорил, что, ну, вот очень похоже, и многие там эксперты, на самом деле, когда вот растет так все в экспоненте, и так мало-мальски все выкупается, и ты вот и думаешь, наверное, это вот бычий тренд, который мы сейчас наблюдаем в Никее. Ведь фактически ничего не делают японцы, ну, а объявили они вот это вот новое КУЕ, стали они выкупать, соответственно, эти будут ETF на индекс топикса Нике выкупать. За пять месяцев индекс Нике сделал 55%. Японская экономика стала лучше от этого? Ну, данные выходят не очень хорошие. Поэтому вот как-то так, если все кратко совсем. Я понял. Коль, ты вообще как относишься к статистике? Я, на самом деле, согласен с Алексеем, потому что, ну, есть, да, есть некие всегда разночтения, если мягко так говорить, да, вот нарисовали одну статистику, а на самом деле, скорее всего, это с одной стороны. А с другой стороны, ведь мы говорим о реакции рынка на статистику, а рынок реагирует на ту цифру, которую ему в данном моменте сейчас написали. Корректна она или не очень корректна? Мне кажется, ему в моменте это не так важно, потому что он и выдел хороший, ну, и что там далеко ходить, статистика, по-моему, до прошлой недели, да, разочаровала, и мы это разочаровать сразу же в моменте увидели. Ты как, статистике вообще доверяешь? Ну, есть как бы ложь, есть явная ложь, есть статистика. Это уже давно известно. Что я могу сказать, что разные, разные, конечно, статистики есть. Мне вот там нравится, как бы там, мне не нравится пропаганда, потому что вся любая пропаганда любой партии, она использует статистику очень умело. А, например, вот там в свое время лобби, когда вот было инициатива по закону по курению, и там было лобби со стороны табачных компаний. Они говорили, вот, в Америке запретили курить, и, типа, там, кстати, протестное настроение выросло, курение среди молодежи выросло там на 50%. Именно потому что молодежь, она вот такая, ей только попротестовать. Да, да. А запретили, значит, давайте мне две сигареты. А стали выяснять, было два куричек, подошел третий, закурил, да, на 50% конечно же выросло. То есть, ну, здесь понятное дело, что здесь та же самая ситуация и с экономикой. Статистику, конечно же, подают в таком ключе, чтобы это было выгодно, кстати, власти. А в чем это выгодно? Чем лучше статистика, тем лучше, ну, в стране оживление, на рынке все себя нормально чувствуют, нету никаких таких панических, и, соответственно, нету движения капитала за рубеж. Здесь это все понятно, дай бог, чтобы наше правительство это так же относилось к статистике трепетно, как и американское. Они тоже пользовались, да? Да, конечно. А то, все там, ребята, у нас, им бы это сам капитал убежал от нас, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ничего, как быть. Да, как быть. Нет, чтобы сказать, ребята, у нас все хорошо. Убежало там 30 миллиардов, то это вообще копейки, ребята. Это ерунда. Так, хорошо, ладно, все понятно с вами по поводу статистики, но тем не менее, смотрите, вот перехай, ну, как минимум в СИПИ, да, ну, и, скажем, такие позитивные настроения, сейчас сезон отчетности начался, Алков вчера неплохо отчитался, да, у нас на этой неделе. Ну, производство у них стагнирует, и выручка у них стагнирует. Ну, то есть, чем хороша бухгалтерия? В бухгалтерии есть всегда прекрасные разовые статьи, которыми можно манипулировать, тем более нужно понимать, что бухгалтерский баланс на отчетный период это всего лишь слепок компаний на конкретную дату. И я знаю как минимум тысячи двадцать случаев, как можно сманипулировать так, чтобы цифра всегда выходить замечательно. Поэтому у нас в стране, я считаю, что самые лучшие бухгалтера работают. И если мы будем смотреть, вот я говорю, профиль американской экономики, то здесь, конечно, лучше смотреть именно на выручку и на производство. Все-таки, ну, маржинальность, безусловно, она важна. И те сектора, которые там работают с высокой маржинальностью, они будут с ней работать. То есть, там, IT-отрасль, химия, нефтехимия, удобрения. Вот. И если сейчас мы будем смотреть и видеть то, что у нас есть в компаниях индекс 1580, ну, по S&P 500, то здесь встает один вопрос. Почему мы находимся так высоко? И если мы берем все действия ФРС и определенный аппетит к риску, то здесь, безусловно, выделяются компании, которые себя неплохо чувствуют. Ну, и если это все подводить к тому, почему мы находимся именно в этой точке, то, безусловно, наверное, это кому-то надо. И вот сейчас, как я как раз соглашусь полностью с Николаем, что вот американцы делают все правильно, в том плане, что они дают стабильность. Пускай даже это будет стабильность интервенции, там, словесно, что выйдет Бенбернанг и скажет, ребята, все будет хорошо, мы зальем деньгами, вы не переживайте, нужно будет, и безработицу вам сделаем 3%. И как раз, если темпретировать на российскую экономику, соответственно, те данные, которые выходят, у нас видно, что замедление идет по всем фронтам. И вот я, например, не вижу, вот самое интересное для меня всегда было секретом, вот эта рьяная борьба с инфляцией. Ну, с инфляцией нужно бороться, когда у тебя экономика перегрета, или она близка к этому, как, например, ты делал Китай, когда он там рос по 15% в квартал-квартал, и потом он понимает, что можно что-то перегреть. И они там постепенно... А у нас видно, что экономика очень сильно, достаточно жестко стагнирует, вот, и те меры, которые работали, причем при стабильной нефти, те меры, которые работали раньше, сейчас не работают, ну, и вот эта вот новая борьба с ветряными мельницами по поводу инфляции, ну, вы понимаете, можно нарисовать любые цифры. Госмонополи, как будет у нас работать с повышением тарифов, так они и будут работать. Поэтому, может быть, мы будем заниматься немножко другими делами, чтобы там выросли, например, там, ну, в конце концов, вырос наш фондовый рынок, потому что, безусловно, те люди, которые работают с большими деньгами и пытаются инвестировать в Россию, они, безусловно, если, например, Индия растет 7% в год в году, а Россия растет на 3% в год, у нас потребительский сектор уже в космосе, там, магнит, я уже не знаю, какая у него капитализация, таких цифр не знаю. И поэтому, безусловно, он будет искать недооцененные рынки. И их еще много, там, тот же Вьетнам взять, там есть что поискать, тоже в Индонезии можно покопаться. И вот сейчас, как раз, российский рынок, вот, очень тяжело его описать в нескольких словах, и я вот постоянно прихожу к вам, пытаюсь какие-то идеи, вот, ну, вот, как-то занести сюда, но вот сейчас, скажу честно, кроме Мостотреста, который есть в портфеле, сегодня вот Дикси начали подбирать. Сейчас, подожди, к идее мы вернемся, вот мне очень понравилось твое вступление. Российский рынок, мне сложно описать в нескольких словах. Ну, вот какие все-таки ключевые слова ты подобрал? К сожалению, у нас нельзя... Не эфирные? Да, не эфирные слова, к сожалению, унылая реальность. Унылая пара. Сейчас новости на Финал ФМ, а потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим поиск синонимов для отечественного рынка. Таких, да, лирических, эфирных. Вот унылая пара пришло тут, да, из классика. От чьей очарования, кстати, от чьей очарования, я думаю, это тоже будет уместно. Ну, ладно. Итак, напомню, да, напомню, сегодня в гостях Николай Салабут, управляющий директор управляющей компании Финал Менеджмент, Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании ТАЛА, а мы говорим о том, что же мешает отечественному рынку расти. В какой-то степени мы обсудили макроэкономику, наверное, ну, Америку, прежде всего, о Европе скажем два слова, да, в принципе, там тоже какие-то позитивные ростки уже появляются, Коль, видишь ты в Европе? Не, не видишь? Не, не, это самое. Ну, там понятное дело, что там уже заканчивается долговой кризис и уже деньги европейские хлынули на российский рынок. Это хороший показатель о том, что в Европе все замечательно и все будет очень даже хорошо. Я хотел как раз немножко сказать пару слов за Россию. Давай. Дело в том, что я вот и связываю вот эту унылую пару на российском фондовом рынке с тем, что все-таки ЦБ боролся сильно долго с инфляцией. И при этом при всем непонятно, у нас инфляция это в стране неоднородная и непонятно с какой инфляцией он борется. Ну, с официальной, наверное, все-таки. Ну, да, с официальной инфляцией. С официальной инфляцией. Да, а хотя, извини, пожалуйста, вспоминать Лешину Тираду, он мог и иначе с ней бороться, да? Просто циферки надо было подкрутить там где-то в отчетах и все, и вот картина маслом. Потому что в зависимости от разных корзин потребления разная инфляция. Чем больше у вас корзин потребления, тем ниже инфляция. Чем меньше корзин потребления, тем выше инфляция. Инфляция у бабушки-старучки, которые там коммунальные платежи до хлеба, до молока гораздо выше, чем нежели те данные, которые публикуют ЦБ. Так вот, зажав окончательные денежки у себя в кармане, он не давал в экономику, экономика загибалась при отсутствии нормальных денег. Такие процентные ставки, которые сейчас на рынке никому, никакой компании не осилить. Отсюда получается, что компания, они сворачивают свои производства, вообще свою активность какую-либо, они такие скукожатся, какой-то зародыш. И чтобы выкарабкаться, обратно расцвести, им нужны побольше ликвидности, им нужны деньги. Как бы у нас все время был нонсенс такой, что приходили банки, занимали на ломбардных аукционах у ЦБ деньги. Никогда. ЦБ выставлял деньги, никто к нему никогда не обращал. Все деньги брали на межбанки, все довольно были счастливы. Всегда у нас было процентные ставки по банковским депозитам чуть-чуть ниже инфляции. На Децел, эконом меньше, чем нежели инфляция. Сейчас чуть ли не в два раза больше, чем инфляция банковские депозиты. Это, конечно, большой нонсенс. И это было как бы, ставка рефинансирования ЦБ давно была довольно-таки высокой. И такое было в стране. Но у нас была передышка 2006-2007 год. Это связано с тем, что европейские деньги хлынули в Россию. Они все-таки стали... Да, дешевые европейские деньги хлынули в Россию, стали размещаться задорого. И экономика наполнилась деньгами. И мы ожили, все завертело, все закрутилось. Все было нормально. Вы как управляющий наверняка вспоминаете, да, об этих замечательных временах. Замечательных временах, да. Да, все росло. Вот. Потом наступил кризис. Потом вроде бы он прошел, вроде тоже что-то стало оживать. Я помню, ставки Моспрайма в кризис были 25%, а буквально 10-й год они уже равнялись 3-м, 3,5 процентам. Сейчас 8, 8,2. Это что значит? Это такие же 8% было в мае 2008-го года ставки Моспрайма. То есть ситуация, грубо говоря, не меняется, но появился долговой кризис в Европе и все деньги ушли в Европу. И мы с этой большой ставкой рефинансированной НСБ вот так вот и как бы, так сказать, прозябаем, сейчас умираем потихонечку, грубо говоря. Сейчас на горизонте что? На горизонте пошли деньги из Европы. Это уже хорошо. Если они падут в том объеме, что было в 2006-2007 году, то мы, наверное, оживем все-таки. Извините, я хотел уточнить, если можно, они, что это за деньги? Да, долговые деньги. Долговые деньги. В первую очередь, это долговые деньги на 90%. Но, а компаниям-то это и надо. Они, в основном, наш бизнес, он не развивается за счет акционерного капитала, он развивается за счет взаимного капитала. Поэтому, не знаю, взять любого финансового директора, спросить, что тебе выгоднее, он говорит, выгоднее занять в банк. Я говорю, почему, как же? Акционерный капитал, он бесплатен и не возвратен. Выйди на IPO, получай акционерный капитал и развивайся. Не, я так не умею. Именно не умею. Именно не умею. Ну, красные директора еще пока что власти, в основной части российской экономики. Вот эта ситуация, и им проще кредитоваться у банков, кредитоваться под долговые ценные бумаги, да и ладно, пускай кредитуются. Самое главное, чтобы они развивались, чтобы они росли, экономика росла, провальновые рабочие места, ну, чтобы все было хорошо у них, да слава богу, как бы, через чего они кредитуются там. Все правильно. Если он имеет возможность возвращать эти долги, да ради бога. Я, позвольте, добавлю очень важный момент, как раз насчет перекосов, которые у нас есть в банковской системе, и опять же, работа ЦБ. Вот когда он борется с инфляцией, у нас сейчас есть определенный потолок в плане заема у банка, у ЦБ, фактически все лимиты выбрали, новых бумаг выпускается мало, старые гасятся, и вот сейчас мы подходим там в мае, в июне к определенной реперной точке, когда ликвидности там по разным оценкам будет не хватать до 400 миллиардов. Совокупно, по банковской системе. Это достаточно приличная сумма, поэтому есть определенные предпосылки для того, чтобы ЦБ снизил ключевую ставку и снизил все ставки, которые у нас там есть, прямого репо. Вот. Соответственно, вот здесь определенный дисбаланс почему есть. ЦБ не дает ликвидность банковской системе, однако в прошлом году у нас активы банковской системе там по различным оценкам, если возьмем там топ 100, выросли в среднем на 20%. Что делают банки? Им приходится привлекать пассивную базу, как заманить? Заманимы высокими ставками. А высокие ставки в любом случае являются конечным, ну скажем так, бенефициаром высоких ставок для заемщиков. Будь это заемщик физическое лицо, будь это заемщик юридическое лицо. Поэтому вот как раз зажимая ликвидность и стопоря инфляцию, мы довели себя вот именно до того, что вот сейчас нотки новые у нас выходят, что вот, а неплохо было бы поднять НДПИ на 5%. И ты думаешь, ну вот нефтяники вновь приспособились, с учетом того, что российский фондовый рынок это некий квази стоимости на нефть и налогов. И ты думаешь, ребят, вы нефтяники только приспособились в новой системе там налоговой, и опять вы хотите поднимать. Ну и так вот скоро, я говорю, что вот есть определенные сложности именно с входом как иностранных инвесторов, так и наш на российский рынок. Поэтому вот так и проходит хорошо аукционы ОФЗ и других бумаг на долговом рынке. Потому что рынок более или менее понятен, у тебя есть возможность рефинансироваться, и зачем тебе нужен этот российский рынок акций. Это как раз мы вернемся к тому, с чего мы начинали, почему звонков стало меньше. Потому что приходя люди на фондовый рынок, они понимают, что трендовости нет. Японский Никей 15 лет так торговался в боковике. На боковике редкие люди могут зарабатывать. Это нужно иметь а, опыт, б, знания и все остальное. Поэтому, а если вот последнее скажу по поводу европейской экономики, на самом деле те данные, которые выходят, я вижу, что некоторые, та стагнация, которую мы видели в прошлом году, когда начали резаться бюджеты, сейчас есть определенные оживления, и как раз на Европу сейчас постепенно начинают смотреть многие азиатские фонды, в том числе американские. Вчера выходил, Европейский Стамфонд размещал деньги под низкую доходность. 30% кто покупал эти бумажки, это были как раз инвесторы, да, из Азии. Поэтому, в целом, на эту европейскую экономику я в этом году смотрю, наверное, в рамках консенсуса всех основных инвестдомов и прочих некоммерческих организаций, начиная от МВФ, для меня некоммерческая организация. Поэтому, в европейской экономике могут быть некоторые сюрпризы предподнести от Германии, от Франции, Италия, Испания, там все в рамках ожидания, там ловить нечего, ну а Греция, ну Греция, это хорошая, перспективная такая вот страна, фондовый рынок, ее, кстати, вырос в прошлом году неплохо, в отличие от российского рынка. Говоря об Испании, о Греции, ну в меньшей степени о Португалии и так дальше по списку, никаких серьезных проблем в финансовой сфере не видишь? Ну вот я про Кипру, по Кипру в январе говорил, что есть определенные нотки, мы как раз с вами беседовали. Сейчас, я думаю, нет смысла об этом говорить, ну скорее Кипр, это такая была некая определенная вновь проверка для Европейского Союза, в этом году, я честно говорю, по еврозоне вообще никаких рисков не вижу, там безусловно будет спекуляция по поводу выборов, будет определенный, германский, да, немецкий выбор, плюс будет неопределенность по поводу Италии, ну куда же без нее, нужно же что-то придумать, но в большей степени в этом году я бы смотрел на то, как будут себя вести потоки капиталов к развивающимся рынкам, и если посмотреть, интерес с одной стороны к России есть, бумаги долговые покупаются, а с другой стороны вот рынок акций, он там живет опосредовательно, объемы говорят об этом, ну и соответственно все движение, которое у нас есть разнонаправлено, теперь можно будет встречаться там каждый месяц-полтора и говорить, а что с рынком, да, как всегда, боковик разнонаправленный, разнонаправленный, вот как-то так. Кстати, Костя, подождите, Коля мысль изложил в самом начале, он говорит, вот сейчас наполняются деньгами, пока и долговой рынок, а потом он наполнится и пойдет, перехлестнет этот ручей и пойдет на рынок акций. Ну вот тут я хочу сказать, что у нас как бы есть и вторая еще положительная новость, то что все-таки старого председателя ЦБ убирают, назначают нового председателя ЦБ, она хоть и, так сказать, держит марку, что типа, ну ЦБ по основному закону с независимой структурой, она хоть и говорит, что я типа того буду... Независимый. Независимый, да, но все понимают там из контекста, по междусловию, что все-таки она будет ну как бы учитывать все пожелания со стороны кабинета министра. И вот это вкупе, вот это вкупе, у меня, так сказать, надежда... Вселяет оптимизм. Да, вселяет оптимизм, чтобы все хорошо. Противоречие. ЦБ по определению независимой структуры должна быть, по крайней мере, и во всех развитых государствах, технической экономики это так. Нет, ЦБ не это самое, независимый только в Англии, Америке и в России. В Англии, Америке и в России, а во всех остальных это что, это структура... Подчиняется либо президенту, либо парламенту, в зависимости, какая, кто там старше. Серьезно? Да. Ну это как бы официально это или неофициально? Это официально. А неофициально у них там, ну, в каждой истории своя история. Ну, Ваня. Вот, у нас вот такая история. Вот так. Здесь изменения основного закона никто не стал делать. Все ставили Ельцинский, Ельцинскую конституцию, но пошли как бы своим путем. Вот, ввели главу ЦБ более такого нормального, адекватного человека, который будет учитывать все интересы, а не только интересы... Ну, то есть, вот его нормальность, адекватность с этой точки зрения, да, то есть, он не будет упираться, да, на то, что у меня мандат, вот я должен быть... Он будет прислуживаться и действовать. В законе ЦБ написано, что основные задачи его стабильность национальной валюты и снижение инфляции. Инфляция у нас снижается? Снижается. Пускай там официально, неофициально она снижается, у нас, соответственно, ЦБ, все, 5 баллов, он выполняет свои обязанности. Валюта стабильна, 31 рубль, там, 70 копеек, 60 копеек было, там, 10 лет там назад, сейчас 31 рубль, 60 копеек, все, валюта национально стабильна. То есть, 31 рубль было позавчера, 70 копеек, а сегодня 30-80 уже. То есть, рубль туда, рубль сюда. В этом плане молодец, ЦБ в этом году очень неплохо поступил, и на самом деле он не из спекулянтов, да, из спекулянтов, на самом деле, он поставил на место, и он более мобильный в плане именно валютного коридора, то есть, мы уперли себе валютную корзину по верхней границе, да, и в этом плане, конечно, ЦБ, надо дать должное, что он стал мобильным, но опять же, не забывайте, если вот сейчас мы об инфляции коснемся, вспоминая теорию финансов и теорию инвестирования, при низкой инфляции рынок акций неинтересен. Ну, то есть, инфляция должна быть, она должна быть стабильной, но при росте экономики априори инфляция должна повышаться, так не бывает по-другому, да, поэтому вот здесь, все законы экономические нарушены. в Америке инфляция тоже моя маленькая, там процентик полтора-два, тем не менее, фондовый рынок новый исторический максимум, а мы, как бы, у нас инфляция 6-7 процентов. Ну, можно что угодно говорить, просто, как бы, по пустолам, по пустолам, которые были изобретены более 100 лет тому назад в экономике, сейчас все потихонечку меняется. Была кейнсианская теория, которую сам Кейнс при жизни отверг, так она, сказали, ну, Кейнс там, типа, по старости. Да, маразм у него, маразм. А он, на самом деле, в молодости он был прав. В 70-е годы Америки показалось, что Кейнс по старости оказался не маразм, а маразм старая дали те, которые, так сказать, его критиковали. Ну, то есть, сейчас здесь очень сложно все делать по учебнику, надо делать по разумности. Если это разумно действует на экономике, значит, это хорошо. Если японский ЦБ говорит, будем выкупать все, ну, надо быть, надо быть очень своеобразным человеком, чтобы шортить против Центрального банка. Поэтому нужно как раз слушать. Кстати, вот, насчет своеобразной, я даже сейчас в эфире скажу, это слово другое, ругательное здесь даже уместно. Потому что, сколько, вот я в варианте, продаем доллар-иену, ну, как же продаем, если все, ну, вот это ужас какой-то. Ладно, сейчас прервемся, новости на финансе. Я о больном просто. Ну, что ж, последняя часть, 12 минут, Леша посетовал по этому поводу, да, потому что мало времени осталось, много хочется сказать. Я вернусь к разговору о отечественной валюте, если не возражаете. Значит, еще раз отмечаем то, что, ну, во-первых, Леша там тоже об этом сказал, да, Банк России очень оперативно реагирует на все, ну, на его, я так понимаю, и на наш с вами взгляд, на все неожиданности на валютном рынке, потому что, действительно, в три дня, значит, рубль сделал целый, рубль сделал целый рубль. Пара доллар-рубль выросла на целый рубль, условно там с 30-80 до 31-78, ну, целую фигуру сделал. И он быстренько поставил всех на место, действительно. И сейчас вот, опять прошло три дня, и мы торгуемся на уровнях, я скажу, двухнедельной давности, получаем, трехнедельной давности. 30-80 он сейчас, курс доллар-рублю. И по этому поводу вопрос есть от нашего слушателя. Алексей пишет, что будет с рублем? Это вот как раз твое желание, некие прогнозы озвучивать. Сейчас можешь его реализовать. Что будет с рублем? Пишет Алексей. Не меняешь свою позицию. Подожди, подожди, подожди. Значит, у него есть некая по этому поводу точка зрения, я все озвучу, можете согласиться, можете возразить Алексею. Ну, не тебе, а нашему слушателю. Значит, итак, еще раз читаю, что будет с рублем? Резервы Центрального банка уже 4 года не растут, а денежно-рублевая масса выросла в 2 раза. Экспорт падает, пока на единицы процентов, но падает, а импорт растет. Ну, вот такие данные, я уж не знаю, насколько официально, да, их где-то Алексей, может быть, скачал с сайта Центрального банка Российской Федерации, я сейчас не могу их прокомментировать, вот, ну, это не суть важна. А важно другое, что будет с рублем? Николай, давай с тебя начнем. Что будет с рублем? Ну, рубль при данной ситуации, он, конечно, должен укрепляться, потому что идет спрос на российские долговые инструменты, они номинированы в рублях, соответственно, весь капитал, который приходит в Россию, он сразу конвертируется в рубли. И приток капитала, мы видим, что очень дальше значительный идет, потому что все аукционы долговые закрываются с избытком спроса. Вопрос просто в другом, что как долго это продлится, то есть, ну, спрос, я думаю, как мы видели по истории 2006-2007 года, мы видели, как загнали рубль, доллар с 32 до 23. То есть, это довольно-таки серьезные деньги придут, и должны прийти, и будут довольно-таки серьезные давления на рубль. С другой стороны, если будет снижение процентной ставки, ставки рефинансирования НСБ, где-то там сейчас с 8, 25 хотя бы, до 4, 4,5, то это уже другие. Серьезно видишь, в ближайшей перспективе, такое снижение? Ну, в течение двух лет. А, в течение двух лет. Да, то есть, ну, я считаю, по Моспрайму, по Моспрайму, где-то в начале, да, 3,5 до 1,6, я так думаю, будет, Моспрайм будет падать. То есть, в этой ситуации, как будет обратное давление на рубль снизу, 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 сверху. Ну, неважно, это да, мы говорим о паре доллар-рубль. паре доллар-рубль, да. Соответственно, получается то, что, скорее всего, если брать такую длительную перспективу, понятное дело, что будут серьезные качества скачки в обе стороны, то рубль-доллар будет стабилен. Я бы так сказал. Ну, то есть, движется в коридоре, тем более, помимо объективных обстоятельств, да, еще есть центральный банк. Леша Зулабал, что ты... Да я вот в рамках стабильности я не устою повторять, что если посмотреть глобально на все валюты, и сейчас японскую иену мы уберем по отношению к доллару, они торгуются очень жестко. Пара евро-доллар последние три года торгуются на уровне в среднем, 1,28. То же самое, взятимите рубль-доллар. Последние два года, ну, где-то 38-31. Плюс-минус какие-то, когда бывают флактуации, и в этом плане я не меняю свои позиции. При оптимизме, при хорошем отношении инвесторов иностранных к нашему рынку, при стабильности нефти, 29,50 это тот потолок, который мы увидим при прочих равных условиях. При негативном сценарии, ну, 32,50, это максимум, если мы там увидим, как в прошлом году резкий заход там на нефти на 90. Я не уверен, что в этом году мы увидим нефть долгосрочно там ниже 95 долларов. В моменте, да. Ну, в моменте все возможно, но средняя цена, она будет там в районе 102-107 долларов так стабильно держаться, на этом можно найти там масса обоснований, которые там, если геополитически убираем, там Корею и все остальное, там с фундаментальной точки зрения есть что поискать. Поэтому я говорю о том, что если вы играете, хотите играть пару рубль-доллар, вы должны играть в жестко определенных условиях, вы должны понимать, какие тенденции есть. Если вы видите, что аппетит к риску есть, если вы видите, что покупать сырьевые валюты, там с утра вы встаете и видите, что, например, покупают там австралийский доллар, вы видите, что нефть, например, стабильна, то задайте себе один вопрос, у нас есть еще кроме этого налоговые периоды, с 20-х чисел начинаются, задайте себе вопрос, почему рубль должен ослабляться? Статистика, уж поверьте, это последнее, на что смотрят иностранные инвесторы и крупные денежные потоки, потому что все-таки валютный рынок это в последнюю очередь макроэкономика, в большей степени это все-таки движение капиталов, и в данном случае, вот как я как раз говорю, постарайтесь привыкнуть в паре рубль-доллар к боковику. И еще, спасибо огромное, Леша, смотри, еще один момент, ну вот рекомендации из твоих уст прозвучали, обещанные, да, собственно, как работать в паре доллар-рубль, я все-таки склонен думать, что, ну как минимум, Алексей наш, слушатель, вопрос, которого я процитировал, и может быть, большая часть, ну может не больше, но большая часть слушателей, они далеки от спекуляций на валютном рынке, они далеки от этого, ну то есть, они не владеют ни технологиями, ни терминологиями, да, ни даже, может, идеи у них нет особой, да, вот, думал доллар-рубль в диапазоне, давай, значит, снизу покупать, сверху продавать, давай здесь лонг, здесь шор, здесь перевернемся, здесь, это все как бы далеко. Как правило, да, вопросы, касающиеся, ну, ожиданий в рамках формирования валютного курса, рублевого, связаны с тем, что обыватель обеспокоен, вот у меня есть, условно говоря, сбережения какие-то, вот в чем сохранить, а, да, эти сбережения, какую валюту выбрать, или инструмент какой-то, ну, мы, понятно же, да, мы можем оперировать инструментами, которые произносим многократно, они сейчас не в популярности просто, да, не популярны вообще, поэтому мы говорим, вот надо хранить в той или иной валюте, вот с этой точки зрения, если посмотреть. Абсолютно согласен, самое смешное, когда я всегда сталкиваюсь, это если ты получаешь заработную плату в рублях, основные финансовые потоки, там, входящие и исходящие платежи у тебя в рублях, задайся одним простым вопросом, если валютный своп, обмен валюты, стоит 6% годовых, ставка по депозиту у тебя 5% в долларах, с учетом валютного свопа у тебя получается 11%, задайся себе вопрос, если рублевая ставка в банке 11%, зачем тебе брать депозит валюты, покупать доллар и положить. Ну, я в данном случае не выступаю как патриот нацвалюты, я немножко по-другому смотрю. Я говорю именно о том, что если вы работаете, если вы предполагаете, у вас есть горизонт инвестирования, вам нужно купить квартиру в Лондоне за фунты, то исходя из этого вы уже строите свою позицию. Хорошая цель для инвестирования, я бы подумал об этом. А если вы покупаете картошку раз в месяц, вы платите за ЖКХ рублями, вообще забудьте о долларах и живите спокойно в рубле. Ну, в данном случае. Я по поводу квартиры в Лондоне. Это хорошая инвестиционная идея, цель точнее, но она очень большой горизонт инвестиционный. Сотни лет, я так думаю, придется нам... Я вот, Алексей, поддержу это, хотя у меня другие аргументы в пользу рубля. Дело в том, что как бы есть такая понятие, как якорная валюта. То есть храните деньги в якорной валюте. Якорная валюта является валютой того государства, у которого самые высокие ставки рефинансирования социального банка. Вот так вот. То есть сравните это с ставки рефинансирования Америки, ЕЦБ, Нашего российского ЦБ. И вы поймете, что ЕЦБ и ФРС это никуда не годятся, только рубль. Они слабаки. Против нас они слабаки. Даже если предположить, что твой прогноз по изменению монетарной политики сбудется, и даже ставки снизят в два раза, все равно это несравнимо. Никак. Да, нулевая в Штатах, там полпроцента в Европе. Что ты загрустил? Нет, официальная ставка, нет, вообще нулевая ставка она есть, отрицательная ставка. В Японии, в отличие от США, там положительная ставка инвестиций. В США она отрицательная. Вы про инфляцию не забываете. То же самое, доходность сейчас у ФЗ-шек наших, если ты выходишь, она отрицательная. То есть как раз говорит о том, что интерес к нашему рынку очень большой. И последнее там, что скажу, у нас там время, я вижу, подходит к концу. Ну, рынок очень тяжелый, это нужно признавать. Искать постоянно отдельные бумаги. Я бы вот, наверное, слушателям посоветовал, что смотрите на потребительский сектор, смотрите на сектор перевозок железнодорожных и перевозок авиатранспортом. Соответственно, выделить можно какие компании. На коррекциях я бы брал Dixie, я бы брал Nvidia, мне нравится Fosagro, опять же, на коррекциях. Там очень интересная компания и дальнейшие ее перспективы очень интересны. Мне нравится Uralcali, мне нравится Mostatrest, мне нравится Gazprom Neft. То есть вот эти шесть фишек я бы выделял до конца года. Все остальное, это все спекулятивно. Я ни в коем верим в рост рынка, покупаем Северсталь на МЛК из-за высокой беты, не верим в рост рынка. Что там, шортим Gazprom? Традиционно. Мы верим, мы все верим, да? Нет, Ну, безусловно, ну, безусловно, фондовый рынок, он рано или поздно, даже японский пример, он показывает, что через 15 лет он должен будет расти. Отрасти. И с диапазона выйти. И с диапазона выйти, да. Добавить можно только то, что если мы не уверены в рост российского фондового рынка, тогда обращайтесь к профессионалам. Услуги ДУКУ еще никто не отменял. Ну, ладно, давайте без скрытой рекламы. Вот есть вопрос от Андрея. А что тогда белорусские зайчики? Это мы продолжаем выбор валюты, достойной валюты, да? А что тогда белорусские зайчики? У них ставка рефинансирования 28%. Да, ну, там и вклады очень высокие. Нет, здесь я говорю, что здесь можно, также было бы пример ШНБ привести, швейцарского банка. Здесь, безусловно, все опирается в монетарную политику, в движение капиталов. Я говорил именно о рубле, о той валюте. Если у тебя есть определенные платежи, и они в большей части рублевые, то здесь ни в коем случае не нужно лезть в другую валюту. Я объяснил это на примере свопа. Ну, то есть, если, грубо говоря, как действуют иностранцы, приходя на наш рынок? У него есть фондировать под 1%, он берет своп, он защищает свою валютную позицию. И у него, получается, там чистая маржинальность инвестиций, там в районе 3% годовых. В данном случае... При этом у него практически нет риска. Нет, потому что у тебя закрывают свопы. свопом закрывают. Да, конечно, у тебя обмен валюты происходит. И вот здесь как раз я говорю о том, что если мы убираем макроэкономику и прочее остальное, вы просто вдумайтесь, если ставка по валюте 5%, а в рублях она 11%, это же не просто так. В банках же не сидят те люди, которые думают, а давай выставим 5 или 6. Нет, все, безусловно, упирается в определенные физические законы и законы денежного рынка. И поэтому здесь, если хотите получить достойную отдачу от инвестиций, ну, выбирайте российский рубль. Я первый раз патриотом стал. Нормально, это объективно, это не ура патриотизм. Друзья, спасибо огромное, рад был вас слышать и видеть. Я еще раз напомню, в гостях сегодня были Николай Салабута, управляющий директор инвестиционной компании Финам-менеджер, Алексей Рыбаков, директор инвестиционного департамента инвестиционной компании ТАЛА. Спасибо за внимание, успехов на рынке, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова